Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. 18% кировчан получают зарплату выше среднероссийской, поэтому показателю наш регион на 62-м месте. На первом для сравнения – Ямало-Ненецкий автономный округ, где 75% работников получают зарплату выше, чем среднее по стране. При этом 35% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают даже больше, чем две средних зарплаты по России. В Кировской области число таких работников в 10 раз меньше – 3,5%. Таковы результаты рейтинга, подготовленного специалистами РИА Новости. В числе его лидеров, как всегда, северные регионы страны. Москва только на 9-м месте. В аутсайдерах – регионы Северного Кавказа. Географию полетов из Победилова хотят расширить. О планах запустить больше рейсов из Кирова рассказал губернатор Александр Соколов на оперативном совещании. После запуска нового направления Киров-Казань, глава региона в своем телеграм-канале спросил кировчан, в какие города им хотелось бы летать. В результате поручил своему зампреду Алексею Жердеву совместно с Минтрансом проработать этот вопрос и проанализировать приоритетное направление полетов. В числе городов, куда кировчанам хотелось бы летать, они чаще всего называли Калининград, Екатеринбург, Минеральные воды и Краснодар. Также кировчане просят увеличить количество рейсов в Москву, построить международный терминал и организовать самолеты в города, где работает много вахтовиков, например, Усинск. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров, как предпринимателю выбрать оптимальную систему налогообложения. Продолжаем ликбез для предпринимателей вместе с руководителем компании «Бухгалтерия» Татьяной Максимчук. Сегодня об упрощенной системе, позволяющей снизить налоговую нагрузку на бизнес. Упрощенных бывают две – доходы и доходы минус расходы. У доходов ставка максимальная 6%, а у доходов минус расходов 15%. Каждый регион имеет право устанавливать пониженные ставки для различных видов бизнеса. Доходы минус расходы крайне не рекомендую эту систему налогообложения, в том случае, если ваши официально подтвержденные документами расходы меньше 80% от общей суммы доходов. При любых раскладах доходы будут выгоднее для расчета налогов. В Кировской области, например, есть ставки по ОСН даже на уровне 1 или 3%. Выгода скрывается за деталями. Эксперты в тонкостях законодательства, отчетов и оценке ваших рисков – компания «Бухгалтер и я». 213 112 – телефон для записи на консультацию. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин. «Экономика». Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Наиболее Sinek.